Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Новый год никуда мы не хотим... Продолжение следует... 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 И третий важный момент – это его здоровье. И вот сегодня мы будем говорить, я всё-таки хотела бы, чтобы разговор пошёл таким образом, что делать надо, а что делать не надо. Ну, прежде всего, надо, наверное, ребёнка как-то готовить к тому действу, к которому он сейчас прикоснётся, начиная от ритуалов, что надеть, как выглядеть, потому что мы выходим в люди, и заканчивая, наверное, тем, чтобы пояснять какие-то азы, вообще правила поведения в театре. — Совершенно верно, это очень важно. С одной стороны, театр – это инструмент развлечения, но с другой стороны, он несёт ещё очень много важных значений в жизнь ребёнка. И одно из них – умение себя вести в обществе, умение выйти, находиться среди людей, сидеть во время спектакля и так далее. Но вот тут, опять же, когда мы готовимся к театру, очень многое зависит от семьи. Если в семье это есть, семья правильно сама готовится к спектаклю, конечно, и ребёнку это будет интересно, безусловно. — Ну и важно действительно то, как ребёнок, переступая порог театра, вот у нас есть подборка фотографий, которые вы нам переслали любезно, там есть интерьеры и зрительного зала, интерьеры театра, которые тоже своеобразно готовят зрителя, да? — Да, конечно, безусловно. Вот уже тут некоторые фрагменты спектаклей пошли. Конечно, ребёнку надо рассказать, куда вы пойдёте, рассказать о том, что это будет очень интересно, предупредить, что будет чудо, сказать, что будет приключение, особенно если это Новый год, новогоднее приключение. Обычно вот встреча с Дедом Морозом – это огромное удовольствие. В театр прийти, конечно, нужно пораньше, рекомендую, минут за 20, особенно вот в новогодние дни. Правильно делали те родители и бабушки, дедушки, которые приходили минут за 20 и фотографировались под ёлочкой до спектакля, чтобы это не было в перерыве очень как-то так, в дефиците времени. И вот эти фотографии, которые мы видим сейчас, можно показать ребёнку перед походом в театр, чтобы он увидел, какая красота, какая красота, имеется в виду архитектурная, да, какой простор, и вот ты зайдёшь туда, и как там надо себя вести. Сейчас очень удобно в связи с тем, что интернет, вот в нашей молодости этого не было. А сегодня, кстати, не только театр, предположим, поход в музей. Его тоже можно предварять, можно зайти на сайт музея. Да, безусловно, это большой плюс. Очень симпатичный сайт. Мне очень нравится, как в музее сайт, там просто ты сам себе выбираешь маршрут, идёшь по нему, всё это рассматриваешь, и ты уже примерно готовишься к тому, вот, так сказать, где ты будешь... Да, это абсолютно правильно. Я думаю, что есть смысл показать, во-первых, куда вы пойдёте, это красивое место. Во-вторых, нужно показать картинки и афиши спектакля. И опять же, к вопросу, что делать, что не делать. Никогда не нужно идти на спектакль, если вы вообще ничего об этом не знаете. Почитайте отзывы, почитайте содержание, посмотрите фотографии со спектакля. Почему это важно? Вот, поскольку мы начали разговор о бэби-театралах детки до трёх лет, всё-таки есть возможность где-то испугаться. И если вы увидите какого-то персонажа, ну, например, Кощи Бессмертный, подумайте, три года нужно это или нет. Вот театр музыкальной комедии, безусловно, делает очень правильную вещь. Он пишет спектакль, начиная с четырёх лет. Обращайте всегда на это внимание. То же самое делает и кукольный театр. Он пишет, до двух лет запрещено. Ну, театр юного зрителя приглашает ноль плюс. Хотя я хочу обратить внимание, что всё зависит от вашего ребёнка. В любом случае решение принимаете вы, не театр. И почему я сказала, что нужно ещё обращать внимание на здоровье ребёнка? Ну, у меня был такой случай. Взяли дорогие билеты. Ну, по нынешним временам 200 гривен – это не дешёвый билет театральный. Мы ехали с двумя пересадками, с Таирова. Ребёнок устал от дороги. Вот они приехали. Он посидел 15 минут, а он был только после болезни. Понимаете? Ослабленное дитё, как говорят в Одессе. И всё. Через 15 минут затребовал идти домой. Во-первых, финансовая потеря. Во-вторых, эмоционально ребёнок в театр-то больше не пойдёт. То есть если ребёнок не очень себя хорошо чувствует, откажитесь в этот раз от похода в театр. Кстати, интересный был у меня вопрос. Недавно пришла моя пациентка и говорит, мы хотим пойти в оперный. Им 3,5 года. Я говорю, вы знаете, мне кажется, рановато. То есть... Ну почему? Всё кончик. Я не договорила. Да, спящий. Или, если вы готовы купить ложу всю, идите в оперный. Чтобы у вас была возможность какого-то простора, чтобы ребёночек мог встать, если ему это интересно, подойти, допустим, к перилам, ещё что-то. То есть не в портер. И дети в 3,5 года оперный, но не в портер. Вот эти вещи, нюансы очень важны. А потом впечатление о театре, оно же трансформируется на всю жизнь. И, может быть, даже чисто психологически, ребёнок будет чувствовать себя на своей территории. Не на людях, где вокруг огромное количество. А тут маленькая своя замкнутая территория, в которой можно спрятаться за ширму. Можно уйти в предбанник, предположим, и так далее. Если вдруг какой-то дискомфорт. Это тоже, наверное, играет важную. Я, правда, не психолог, но пытаюсь со своими экзерсисами тоже участвовать. У нас есть ещё один фрагмент из постановки в театре музыкальной комедии. Там тоже очень симпатичная. Сцена и там песенка очень симпатичная. Давайте мы посмотрим этот фрагмент. Возьми этот золотой ключик и открой в волшебную дверь в маленькую сказочную страну. Страну сказок и добра, счастья и любви. Название, кто вы? Театр. Театр. Добрый путь. Мои юные друзья. Театр. 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ Да, действительно, я бы даже сказал, что это не маленькая страна театра. Судя по героям, тем, которые были на этой сцене, огромное множество, и действительно, это большая страна, это большой мир прекрасных образов, это большой мир очень ярких детских впечатлений, потому что кто, как ни дети, они умеют рисовать у себя воображение вот то, о чем мы им рассказываем. Причем ведь люди, становясь более взрослыми и так далее, они становятся более схоластичными, и они воспринимают информацию, как слово, содержащую информацию. Ребенок в слове. Живет миром чувств. Да, ребенок должен чувствовать этот образ. Поэтому же бабушки рассказывают сказку, да, жили-были, старик, он нарисовал себе это сказку со своей стороной. И здесь очень важный момент есть. Прежде чем пойти в театр, нужно прочитать сказку, которую вы хотите посмотреть. Не нужно идти в театр, чтобы познакомиться с этой сказкой, а потом читать книжку. Нужно сделать наоборот, прочитать сказку, а потом посмотреть ее в театре. И я хочу сказать, что тот фрагмент, который мы посмотрели, он замечательный. Этот спектакль, он универсальный. Он для деток от 4 и плюс, и он рекомендован к семейному просмотру. Очень хорошие отзывы. Этот спектакль смотрели многодетные семьи Одессы. И некоторые мои пациенты после спектакля сделали кое-какие работы. И это очень важно. Вот если ребенок пришел после театра и хочет что-то нарисовать, или сделать какую-то аппликацию, дайте ему такую возможность. Эти прекрасные впечатления нужно переработать. И вот некоторые детки сделали... Вот у нас есть эти иллюстрации, мы будем их показывать. Они все разноформатные. Может быть, я не совсем буду попадать в кадр, спросите меня, но вы прокомментируете. Первая иллюстрация, это как раз касается похода ребенка в цирк. Тоже симпатичная. А это уже по результатам просмотренных спектаклей в театре музыкальной комедии. Вот такая чудесная елочка на память. Вот такой сказочный лес, ангелочка. Тут уже целая картина. Тут целая картина, потому что был прекрасный сюжет. И ребенок, который следил за сюжетом, он хочет изобразить то, что запомнилось больше всего. То, что оставило в душе след. То есть, если была какая-то избушка, какой-то лес, это ребенку запомнилось, он, конечно, хочет рисовать именно это. И очень... Листично такой сказочный лес получился. Сказочный, да-да-да. И я хочу обратить внимание на вот такую аппликацию. Я всегда говорю, что не нужно искать дорогих материалов. Вот даже то, что у вас есть дома. Вот в данном случае подарочек, который ребенок получил на праздники. А подарочков много вырезать есть еще? Он вырезал и сделал чудесную композицию. Вот это мне особенно нравится. Это практически портрет замечательного актера Тимофея Креницкого, который подарил так много радости детям Одессы. Вот это моя аппликация. Может быть, вам не очень видно, но здесь это аппликация. Это вот борода из бата. Действительно. Вот здесь много фольги нарезано, приклеено. В общем, так ребенок постарался. А это у нас что за емкость? О, а вот это тоже, можно сказать, портрет. Простит меня, Денис Фалюта. Это когда я спросила своего пациента, он мне сказал, ну это же тот самый сосуд, в котором сидел орликин. Он тоже наклеил то, что больше всего запомнилось. Вот это как раз работа Бэби Театрала. Понимаете, ребенок, который только осваивает формы, вот этот огромный сосуд произвел такое большое впечатление на него. О, я пропустил еще два рисуночка. Ничего, вот этот вот маленький, это тоже рисовал Бэби Театрал. Детки, которые выходили из зала, спектакль интерактивный, это очень ценно. И вот он пытался нарисовать деток, которые выходят из зала, вот и водят хороводы. Это замечательно. Такой неуклюжий рисунок, а вот здесь это тоже приказно. Это, вы знаете, рисунок, который нарисовала по моей просьбе прекрасный художник Александр Ульянович. И мы с детками по образцу рисуем Оксану. Из сказки было-не было. Поэтому вот такие вещи, они помогают еще лучше понять сюжет, обговорить во время работы над рисунком, что было. Ну и, конечно, память какую-то себе оставить. И нужно действительно, театр существует до Вешалки. Театр потом начинается с Вешалки. И потом по окончании спектакля театр продолжается. Потому что, ну, люди взрослые театралы, они обязательно же после спектакля, они же не разбегаются по домам, по транспорту. Еще стоят у порога театра, они еще обсуждают. Вот еще активно, если там или в очереди в гардероб, еще активно идет обсуждение спектакля. Потому что, действительно, театр и спектакль, представление, оно требует входа. Оно требует, действительно, сопереживания. Потому что творчество рождается прямо у тебя на глазах. И ты, естественно, ну, особенно дети, они невольно выбирают себе героя, вот за которого они больше всего переживают. И они сами себя где-то внутренне чувствуют вот этим героем. И они переживают вместе с ним вот эти все перефекторы. Вот по поводу сопереживаний я хочу родителям тоже сделать такую подсказку очень интересную. Ну, правда, в данном случае методом от противного. На одном из спектаклей я увидела такую сцену. Пришли две мамы, посадили двух девочек лет 11-12. Сказали, ну, все, мы пошли, развернулись и ушли. Девочки остались. Я не знаю, может, мамы пошли в буфет, может, у них были какие-то дела. Мне очень трудно предполагать. Но я наблюдала за ними во время действия. Всегда ребенку важно, чтобы родитель был рядом, чтобы он мог что-то спросить по ходу. И самое ценное – это совместные переживания. Вы смотрели это вместе. Это не по-одесски, девочки. Прошу вас, в следующий раз будьте рядом. Ну, и действительно, и потом вместе с ребенком в одной тональности, в одном тонусе и обсуждать то, что пережили, вы, может быть, подсказать то, на что ребенок не обратил внимания. Конечно, конечно. Ребенок же не всякий в силу возраста может следить за сюжетом. Вот бэби-театралы, они в основном формы, да, как этот сосуд. Они яркие краски, звуки. Вот это запоминает. Костюмы потрясающие. Совершенно верно. А ребенок 11-12 лет, о котором я говорю, он же понимает, он следит за сюжетом, он понимает чувства, эмоции, он уже отношения обсуждает. Им очень важно это. И, кстати, после 15 лет уже можно, в общем-то, смотреть взрослый репертуар. Потому что я в данном случае говорю спектакли академических театров. То есть уже можно идти действительно и в оперный, и в украинский театр, и куда угодно, на взрослые спектакли обсуждать их вместе с детьми. Но когда будет обсуждение, важно выслушать ребенка. У детей поведение подражательное. Маленькие дети, они, высказывая свои впечатления, подражают. Поют песенки, повторяют фразы и так далее. Если взрослые дети обсуждают совершенно иначе, они могут спорить, не соглашаться, выслушайте. Даже если вы не согласны, это все равно будет правильно. Вы были в театре, у вас есть совместные впечатления, вам есть что обсудить и вынести какие-то выводы. Самое главное, действительно, вот заняты мы. Мы все заняты, мы забеганы. Некогда, там приходят выходные, иногда какой-то театр, дома куча, там завал всего, там стирки, уборки, готовки и прочего. Вот, но мы же, я не знаю, может быть, такой немножко упрощенный прием. Но вот если приходит зима, мы что одеваем теплые вещи, а приходит лето, мы одеваем легкие вещи. То же самое в жизни. Если, так сказать, в голове начинает возникать вакуум и сплошной быт, значит, надо, наверное, взять книгу, надо, наверное, посмотреть. Совершенно верно, да. И вот так же, как в обыденность, так сказать, в обязательный ритуал семейной жизни должны быть походы в театр. Потому что вместе с этим, действительно, вы будете видеть, какие у вас будут умные, красивые дети. Они и так умные и красивые, они будут еще красивее, еще умнее. Есть интересный нюанс. Может не совпадать тип темперамента родителей и тип темперамента ребенка. В этом случае бывает проблема с выбором спектакля. Ну, скажем, холерики, они любят что-то динамичное, флегматики, что-то философское. Ну, здесь надо идти в направлении взгляда ребенка однозначно, чтобы он не перестал любить театр, идти все-таки в сторону его желаний, поворачиваться, идти на тот спектакль, который хотелось бы посмотреть ему. Ну, со временем, может быть, и какие-то другие потом найдутся варианты. Я вот, к сожалению, наше время уже подходит к концу, но у нас есть еще один видеоматериал, мы им, собственно, закончим наш эфир, но просто такой дружеский совет. Пройдитесь по сайтам наших театров и просто почитайте репертуарную афишу. Премьера появляется, кажется, там 2-3-4 премьеры в сезон, вроде бы не так много, но вот я лично себя часто ловлю на мысль, боже, как много я пропустил. Вот действительно, в забеге, в работе и так далее, вот это я не построил, вот это я не построил. Следите за наполнением репертуарной афиши. Я хочу сказать тем, кто еще не вводил детей в театр, если вы только готовите ребенка к театру, выбирайте спектакль, выбирайте хороший костюм, туфельки, нарядную одежду, рассказывайте, как все замечательно, читайте сказку и готовьтесь к этому чуду по имени театр для детей. Спасибо огромное. Наши гости Маргариты Коробецына, кандидат психологических наук, доцент Одесского университета имени Мечникова, протекущий психолог. Ну и спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня. И завершаем мы нашу программу еще одним фрагментом из пектаклей театра музыкальной комедии. Друзья, я слышала, что ты и твои друзья ищут золотой ключик, которым можно открыть волшебную дверь в маленькую сказочную страну. Да! А почему вы хотите попасть в страну сказок? Сказка радостно внесет. Тот, кто знает, тот поймет. В сказке очень много смысла, и любовь нам будет близко. В сказке много приключений, очень радостные мгновения. Побеждает в ней добро, ведь она сильнее, чем сло. Тот, кто сказки уважает, непременно вырастает, превращаясь в мудреца. Очень верный в чудеса. И приходит чудо в гости, не обходит стороной. Главное в него поверить, и оно уже с тобой. Сказки гуляют по свету, вновь запрягают калету. Сказки живут на полях, бродят на золь и туманах. А прицелоснежку полюбит, а жадность речей оболубит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok